Техника изолирования Каждый раз, когда существует риск перекрёстного опыления между разными растениями одного вида, нужно изолировать их. Это необходимо для того, чтобы сохранить характеристики каждого подвида. Существуют разные методы изолирования. Пространственное изолирование Самая простая техника – выращивать только один подвид каждого вида на одном участке. Другой подвид выращивается на участке достаточно далеко, чтобы быть уверенным, что перекрёстное опыление между сортами не происходит. Расстояния указываются для каждого овоща. Они также зависят от факторов среды и способов опыления. Расстояние Временное изолирование Можно сместить время выращивания двух разновидностей одного растения. Таким образом, они не цветут в одно время и скрещивание не происходит. Например, можно выращивать на одном участке две разновидности салата, но сеять их в разное время. Таким образом, когда один вид будет свисти, другой только начнёт расти. Для этого нужно знать цикл растения и продолжительность периода цветения. Механическое изолирование Москитная сетка считается отличным способом обезопасить семена. Это тонкая вуаль, которая выбирается зависимо от вида насекомых и цели, чтобы не позволять насекомым проникнуть внутрь или же наоборот, удерживать их там. Эти сетки могут использоваться по-разному. Во-первых, можно изолировать один цветок гермафродит, который самоопыляется. Этот способ даёт очень мало семян. Для этого нужно обмотать ещё не раскрывшийся цветок сеточкой так, чтобы ни одно насекомое не пробралось внутрь. Затем нужно убрать сетку для того, чтобы плод смог вырасти. Важно не забыть подписать растения-семенники. Можно также обмотать всю ветку или всё растение. Сначала нужно убрать уже открытые цветки, которые могут быть уже опыленными насекомыми. Для изолирования большого количества семенников можно сделать тоннель или каркас из сетки. Смотрите продолжение в следующей части. 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 Соберите самоопыляемые растения гермафродиты в таком тоннеле, чтобы защитить их от насекомых. Для аллогамных растений, которые нуждаются в насекомых, для опыления нужно поставить в тоннель небольшой пчелиный улей. Насекомые будут опылять цветки внутри. Очевидно, что в одном тоннеле можно выращивать только один подвид растений. Чтобы расходы на улей окупились, желательно иметь большой тоннель со многими семенными растениями. Возможно также выращивать на одном участке две разновидности одного вида аллогамных растений. Например, два вида кабачка. Для этого даже не нужны улья. Подвиды высаживаются в разных тоннелях с сеткой, которая открывается поочередно, раз в два дня. То есть в день, когда открыт один тоннель, другой остается закрытым. На следующий день открывается второй тоннель. Важно открывать сетку рано утром и закрывать поздно вечером. Однако количество опыленных растений с этой методикой не очень большое, как и урожай. Впрочем, природа очень щедрая, и садовники собирают достаточно семян для следующих годов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...